Следующий вопрос. Был вопрос по поводу форм отчетности. От разработчиков таких доложений часто поступает вопрос. А можно ли в систему закрыть уже готовые отчеты, графики для всего оборудования, которое может быть у заказчика? То есть не заморачиваться разработкой, а прям типовые. Есть два стандарта, это для айтишников может быть полезно, которые описывают все потребительные показатели. Здесь написано «Мэнтон», «Сейфер», «Фома», «Дикейлер». Показатели ТАИР. Они есть экономические, выработка рублей на тонну, технические, надежные, организационные. В этом стандарте описана формула, как считаются, то есть имели ими пользоваться этими стандартами. Е1, там, сколько на рубли, рубли на тонну, соответственно, все эти показатели пользуются. Можно взять этот стандарт и оттуда реализовать формулы по сути этих показателей. Это первый. А второй ответ – это ссылка на этот же стандарт, это стандарт по обмину данной надежности. Там в приложении есть стандартные КПЭ. МТПФ, МТПФ, видно, да? Стандартные показатели, по которым, если вы используете стандарт, можно сравнивать себя с другими предприятиями, если вы занимаетесь тем же самым. Других стандартов, привязанных к оборудованию, мы не видели. Бонус использования вот этого последнего стандарта в нефти, если вы из Газпрома или какой-то нефтегазодобывающей компании, то есть бонус, есть база данных по вот этим показателям надежности. И вон там, которые собираются по приятиям нефтегазодобывающих, по переработке. То есть там, если вы эти показатели собираете, вы можете сравнить свои наработки на отказ, время восстановления прямо уже с данными по видам оборудования. То есть видим, компрессоры, да? Пробежные, наверное. И по ним есть наработка на отказ и среднее время восстановления. По разным причинам отказов. То есть такая статистика, ее можно купить, она продается за деньги, но она привязана к стандарту обмена данными по надежности. Привет, я мультяшный робот простоев нет. Расскажу вам про курс «Базовые практики планирования ТАИР. Управление надежностью и критичностью оборудования по методике RCM». Простой – это потеря времени. В рамках производственной или промышленной компании любое неэффективное использование времени ведет к реальным финансовым потерям. Вы наверняка задавались вопросом, а как наиболее эффективно избежать простоев? Наш курс даст вам практические методы решения самых разных проблем, связанных с ТАИР. Освоив курс, вы сможете помочь предприятию сохранить ресурсы и увеличить объем производства. Курс подойдет инженерам ППР и специалистам по надежности, техническим директорам, директорам производственных систем и их заместителям, руководителям служб эксплуатации и ремонта, участникам проектных команд, развивающих систему управления ТАИР, менеджерам по автоматизации и управлению ТАИР, специалистам по разработке и аудиту бизнес-процессов управления ТАИР. Программа курса состоит из 10 разделов и рассчитана на 92 часа обучения. Обучение идет пошагово. Вы начинаете с изучения методологических основ и типовых вопросов, рассматриваете примеры из практики, пробуете применять полученные знания. Также вы получаете доступ к общей группе студентов курса, где можете задать свой вопрос преподавателям и общаться с сокурсниками. Курс проходит онлайн на нашей платформе SDO, простоев, нет. Вы можете учиться с любого устройства. С телефона, планшета или компьютера. Все, что вам нужно, это доступ в интернет. В рамках курса вы освоите практические методики, которые найдут свое применение на любых промышленных предприятиях. Вы познакомитесь с конкретными проектами ТАИР, от простоев нет, которые реализованы в России и СНГ. По окончании каждого учебного модуля вас ждет практика, тестирование и вебинар обратной связи. А по итогам обучения на курсе вы сможете получить сертификат. Обучение уже прошли более 1500 специалистов ТАИР из 300 производственных компаний. Переходите по ссылке под этим видео. И записывайтесь на бесплатную ознакомительную часть нашего курса. До встречи на курсе!